Здравствуйте, я Алексей Форсиков в эфире информбюро беседы. Сегодня совершенно прекрасная погода и мы решили хватить сидеть в студии, давайте поговорим на улице, это будет справедливо. Мой сегодняшний гость как раз такой человек, краевой депутат Сергей Горло, партия Справедливая Россия. Сергей Алексеевич. Здравствуйте. Первый вопрос. Готовясь к беседе, читал ваш сайт партийный, и там ваше такое выступление. Вы говорите, что дороги партии власти, они дорогие, миллиард рублей, достаточно большая сумма. Ваше мнение, почему так дорого и как бы выглядели дороги Справедливой России? Ну давайте определимся, о чем я говорил. У нас в бюджете на текущий год порядка 6 миллиардов 400 миллионов на дороге, то есть это серьезная сумма. А что меня побудило, да, выступить с таким месседжем. У нас было выездное заседание комитета, мы выезжали в Новоалександровский район, смотрели, как строится Новоалександровский обход. Эта дорога 12,2 километра, стоит она миллиард 470 рублей. То есть, безусловно, это дорого, на мой взгляд. Вообще говоря, да, дороги единой России, Справедливая Россия, это некорректно. Это наши российские дороги, и все мы знаем, что у нас и дороги, и дураки, это одна из основных, вообще две основные проблемы. Поэтому, в принципе, да, чтобы я предложил, во-первых, по минимизации цены, да, то есть у нас сейчас плотно слились в единого спрута заказчик, проектные институты, которые считают смету, да, технадзор, экспертиза, по существу тоже региональная, понимаете. И я уверен, что закладываются в смену смету очень серьезные суммы. То есть, нужно делать независимую экспертизу, прежде всего. Второй вопрос, гарантия, да. Сегодня по нашему пресловутому 94-му закону любой дискаунтер приезжает из России, выигрывает конкурс, у него потом 5 лет гарантии, он исчезает, и мы ищем, там, днем с огнем, да. Качество. Вот мы помним проект партии власти, 10-й год Ставрополь, это такой вопиющий пример улица Ленина, улица Кулакова. Ну и там очень сильно были рассказы, как это все будет держаться. Прошла зима первая же, и все посыпалось. У нас нету ГОСТа по убитому, который сегодня используется в асфальте, непонятно. То есть, может быть, потому что, чтобы закладывать очень много средств на ремонт. То есть, вот эти все вещи, ну и использовать, безусловно, нужно научно-технические достижения. Есть приборы, которые определяют толщину слоя, качество, то есть при приемке работ. Вот эти все вещи я бы предлагал, потому что я не уверен, что там мы в ближайшее время достигнем каких-то улучшений в дорогах, но стремиться за такие суммы строить дороги, а потом нам не хватает на какие-то нужные вещи 5 миллионов. Это, конечно, грустно. Следующий вопрос тоже подчеркнут с сайта с вашей партии. Восточные районы края должны стать территорией комфортной жизни. Что в это понятие вкладывает? Ну, смотрите, да, то есть, цель, да, что мы хотим в восточных районах получить. То есть, всех сейчас беспокоит, уходит русскоязычное население, да, то есть, в некоторых населенных пунктах уже там по 30-20% русских. Почему уходит? Да, потому что нет работы, потому что нет порядка, потому что нету, возможно, ощущения безопасности. То есть, к чему нужно стремиться? Во-первых, вот мы, кстати, инициировались, сегодня работает рабочая группа по оптимизации земельных отношений, уже был у нас первый выезд, мы должны навести порядок земельно-арендных отношений. То есть, вот эти несанкционированные выпасы скота и так далее, люди живут на кошарах, нужно четко вводить их в законное русло, они должны регистрироваться и так далее. И, безусловно, вот сейчас начинается бюджетный процесс. Если мы, собственно, да, экономику там не отрегулируем в восточных районах, то есть, основу жизни, если людям негде будет работать, все наши, конечно, начинания обречены на неудачу. Есть у нас и в этом году программа развития восточных районов. Будем предлагать больше наполнять ее деньгами, контролем. Все мы, все уровни власти, в том числе федеральные, должны почувствовать, что восток Ставропольского окрая – это стратегически важнейший в геополитическом плане район. Потому что уйдут одни, придут другие, и что они будут исповедовать, мы очень часто в последнее время видим. Это нас устроить не может. Вот опять об уровне жизни, вообще о жизни. Госдума поняла жилищный кодекс новый. Что изменится, чтобы всем было понятно? Как поменяется жизнь людей в крае? В конце декабря, да, Госдума приняла изменения в жилищном кодексе. И, к сожалению, обрадовать здесь нечем. Партия «Справедливая Россия» голосовала против этого закона, проекта. Будет введена региональная программа капитального ремонта. Что это означает для жителя? В его платежке добавится еще одна строка. Затраты на капитальный ремонт. То есть это то направление магистральное партии власти, в котором она движется. Это возложение полной ответственности на жильца. То есть жилец, у тебя квартира приватизирована, ты за нее отвечаешь, ты должен ее содержать. То есть у нас другой подход. Мы считаем, что все-таки за деньги бюджета фонд вначале должен быть полностью отремонтирован на 100%, а потом уже делать из жильцов эффективного собственника. Ну, вот нам говорят, нет денег, а вот дороги за 1,4 млрд мы строим. Уточняющий вопрос. Новая строка в платежке, это обычно социальный взрыв. Ну, чаще всего. Что будет? Как? Да, вот смотрите, то есть наши действия. То есть изменить мы на 100% не можем все, но будем, вот мы справедливости будем вносить поправку, чтобы эта сумма была минимальной. Там планируется от 4 до 10 рублей за квадратный метр. Будем настаивать на минимальной цифре. И второй момент. Все обладатели жилого фонда должны призадуматься. Там такая есть коварная схема. Принимается этот закон, и в течение двух месяцев жильцы должны провести собрание и определиться в способе управления этими деньгами. Есть первый вариант. Аккумулирование этих денег на лицевом счету в доме. И как бы собирается определенная сумма, и жильцы сами решают, куда ее тратить. И второй вариант. Если в течение двух месяцев собрание не проводится, эти деньги отходят в региональный фонд. То есть будут управлять чиновники. Деньги будут тратиться в том числе на зарплату, на бухгалтерию и так далее. Поменять эту схему потом можно будет только через два года. То есть вот у нас и большие планы по пропаганде того, чтобы жильцы не отдавали свои деньги дяде. То есть если в школе их собирать, то четко нужно тратить на свои нужды. То есть вот мы видим в этом. Вот в этом плане какие будут еще инициативы партии в ближайшем месяце? Дума довольно нескоро. Что вы будете выносить на Думу за май? У нас много работы. У нас центральный закон. Закон об инвестиционной деятельности в профильном комитете. Мы хотим ввести преференции на инвесторов, которые инвестируют в экономику Старопольского края, там от 300 миллионов рублей. То есть это серьезные суммы. Льготы. Льготы по налогу на имущество, по налогу на прибыль в части зачисления в региональный бюджет, по аренде земли и так далее и тому подобное. У нас сегодня такие преференции есть, но в рамках только региональных индустриальных парков. А мы хотим создать инструмент, если серьезный инвестор приходит точечно, и он хочет, допустим, реализовать свой проект в третьем месте, то есть принимается решение, и он пользуется всеми льготами. Это очень серьезная вещь. Сейчас нужно четко отработать, какие документы предоставлять. То есть всегда дьявол кроется в деталях. Здесь очень много работы. У нас 16 мая будет круглый стол. Мы будем... Наши коллеги федералы внесли закон об ограничении энергетических напитков. И мы хотим собрать вот такой мозговой штурм, вообще поговорить, да, что это такое. То есть явно складывается впечатление, что это не полезно, да, для здоровья, особенно нашей молодежи. То есть будем на региональном уровне здесь как бы способствовать тому, что был принят закон, вообще, если не ограничивающий, может быть, даже запрещающий, да, эти напитки. А получится, а за и по моей манее есть с другими фракциями? Вы знаете, по напиткам есть, по напиткам есть. По дорогам еще пока нет, а вот по напиткам есть. По жилищно-коммунальному хозяйству, по проблемам, будем также проводить под эгидой фракции «Круглый стол». Будем выходить более широко, не только капремонт. Посмотрим, как у нас вот сработает правительственное постановление об ограничении роста на общедомовые нужды. Поговорим о том, что будет, если у нас управляющие компании будут объединяться в саморегулируемые организации. А у нас свое видение, мы хотим, чтобы они страховали свою деятельность и все отвечали как бы страховыми суммами, если они что-то там напорят. То есть, как бы вот такие в основном планы. У нас еще, у нас 1 мая, 9 мая, то есть это наши серьезные праздники в стране, особенно самые, наверное, наши священные 9 мая. То есть у нас будет много мероприятий по всему краю. 1 мая праздник весны и труда, это наш праздник. Мы партия социал-демократическая и 9-го, безусловно, мы будем с нашими ветеранами тоже встречаться и их поздравлять. Вот такие планы. Спасибо, Сергей Ильич, нашли время. С наступающими праздниками. Всего доброго. Спасибо. А вас тоже с праздником. На сегодня у меня все. С вами был Алексей Форсиков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова